феррари все работники рекламы все понимают о чем мы говорим и мне казалось что это просто тайцы не знают слова похуй поэтому не придумали up to you знаю вообще невозможно ты выходишь ты даже думать не можешь ю ю ю ю сколько наших там я называю это блядский сантиметр так и живем как уехать в азию и зачем и зачем да он шифтинг может быть не совсем уже прям актуальный модный термин но еще там несколько лет назад просто каждый молодой креативный чувачок или чувиха мечтали уехать мечтали поехать к морю работать у моря и жить там и чтобы не видеть все эти холодные грязные города и так далее мне кажется сейчас он актуален но просто сейчас мы понимаешь сейчас это уже многие осуществили да ну может многие немногие но осуществили и вот у нас как раз в гостях гена который который это сделал давно когда ты когда-то уехал пять лет назад пять лет назад 5 лет вот с 3 он прям был модным модным то есть как только все сейчас лишь больше называют этот digital nomad понимаешь там digital nomad и да то есть кочевник то есть цифровые кочевники получаются получаются очень nomad больше говорят то есть кочевники потому что люди которые если раньше человек уезжал обычно на зиму и возвращался в родные края то сейчас очень многие начав просто downshift просто отрываются и уходят в этот вном один то есть они зимой они например в азии весной они перекочевывают куда-нибудь поближе в турцию например да или на кипр потом теплеет они перебираются в барселону из барселоны они в осенью уезжают в грузию из грузии они опять едут на ланку или на бали где-то на сезон еще осенью зимой они приезжают они передвигаются постоянно это это не зарабатывать мы сейчас как раз поговорим это всем очень интересно но как как явление да да и таких людей очень много это огромная комьюнити и если вам кажется что это просто некие одиозные личности это не так чаще всего это семьи полноценные по двое трое детей я когда вижу эти новых джипси да там digital джипси их еще называют да они передвигаются у них всегда эти стандартные чемоданы они легко поднимаются они легко приезжают здесь на заселяются в дома они могут в один день собраться и уехать в другое место и точно так же они уже знают у них везде есть контакты они четко знают этот но есть кроме не ездят поднимать тем же местам нам да это такой золотой треугольник гопанган бали чаще всего да там это три таких места теплых да в европе это барса в первую очередь да и кипр я живу на пангане панган это по это маленький остров на рядышком самую находится размером с кишинев но 8 процента его занят национальным большим парком и там заселено 20 процентов территории это такая азиатская ибица поэтому такой остров абсолютной свободы несмотря на то что казалось бы таиланд достаточно закрытый закрытая страна в целом это абсолютно закрытая в том смысле что очень часто люди ассоциируют свободу в наше время с препаратами расширяющими сознание понимаешь в таиланде они являются сейчас легализована марихуана в медицинских целях но это первая страна которая азиатская это сделала вот и и это вообще очень интересно кстати если мы затронем эту тему это вообще очень интересный момент который мы постоянно по крайней мере мы обсуждаем это все на острове потому что когда видишь проекты которые запущены в разных сторонах света и везде это отдельные истории если мы говорим о регализации марихуаны да то есть мы имеем проект голландия мы имеем проект уругвай мы имеем проект канада да и мы имеем проект штаты я везде это разные истории и директорами проект проект по разному легализовано то есть если в уругвай разрешено выращивать и употреблять но нельзя торговать понимаешь это на данный момент один из самых удачных проектов в плане легализации слушай но здесь здесь мне кажется отдельная тема для в европе подкаста в европе да в европе сейчас это украина то есть ближайший ближайший проект который будет запускаться совершенно друзья друзья она никогда не притянет все-таки если говорить о весе украины и грузии то принятие решения такого рода украиной если мы считаем что это центральное ядро европы понимаешь она внесет прям большой сумбур тоже есть чехия я изучал достаточно долго этот момент и я тебе скажу что те страны которые уже пошли по этому пути разочарованы очень глубоко я тебе говорил о том что у меня дочь офицер федеральной полиции в канаде да я напрямую посредственно с этим связано да и она говорит что и она говорит что улучшений нет все стало хуже намного потребление выросло в категориях который о которых даже не думали дети от 12 до 14 лет очень сильно выросла нелегальная торговля как и было таки осталось просто покупают теперь дети которые не могут получить рецепт или прийти в магазин и да и это отдельная тема но это на самом деле отдельно мы можем поговорить потому что я достаточно глубоко изучал эту тему я так ты уже делаете в зад легализация я я скорее зато за осознанный выбор каждого и за и за осознанную регуляцию во всем этом понимаешь вот если можно было бы как выдавать как выдают не знаю как моем представлении как выдают оружие ты должен пройти какой-то тест да ну там соответствие таки задумано но но к сожалению так и не делаем их толстые дело в том что ты можешь быть действительно готов к этому как человек как личность психологических возраст в таиланде нельзя паспорт наркомана нельзя употреблять парили при брать кроме как масло которое сделано на 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 специальных фермах она тестируется очищается и так далее то есть не это нельзя что можно использовать можно использовать масло которое сертифицировано государством все это тоже разные это не да отдельно да если мы говорим если мы продолжим разговор общий аном адах то скажи пожалуйста извини перебью важно понимать чем ты занимался здесь я здесь занимался ты же здесь родился жил да да сколько лет ты здесь прожил но мы работали с они вместе на радио я с 2000 года жил кишиневая потом я работал много лет рекламе этим директором в маккене и в инсайте затем что ли потом потом я уехал в россию работал тоже в рекламном агентстве примера св и в принципе там у меня достаточно интересно интенсивно складывалась карьера но в какой-то момент случай решает очень часто многие вещи в нашей жизни мы уехали отдыхать на остров этот на котором были за год до этого проезда мы поехали на на два месяца в этот раз и когда мы возвращались с острова обратно москву оказалось что благодаря наверное не взаимопониманию скажем так между нашим правительством правительством россии постоянными этими конфликтами вокруг политическими оказалось что нам запрещен въезд в россию на на три года и на тот момент это был просто полный крах потому что все что у нас было в молдавии мы уже продали наше жилье собака вещи все оставалось москве у нас и достал выбор возвращаться ли в молдавию либо куда-то двигаться мы подумали что наверное все таки переждем этот период потому что нам пообещали быстро решить вопрос со снятием этого запрета мы решили уехать на остров потому что в любом случае это как раз было восемь уже и поэтому подумали о том что лучше пересидеть зиму в тепле чем нет абсолютно абсолютно то есть у нас был какой-то проект который мы начали здесь блогер туризм юго-восточной азии так далее мы прям интенсивно развивали наш блог много писали много снимали сейчас блогер сейчас уже почти как оскорбление поэтому на на тот момент нам это казалось перспективным и через какое-то время мы узнали о том что продается небольшое кафе на острове мы купили это кафе началось с этого началась наша жизнь давай давай подробнее купили кафе ты сказал быстро но это же на самом деле это же понимать как это происходит да то есть у тебя уже какие-то деньги были да то есть есть какая-то заначка которые ты конечно грубо говоря ты не брал никаких кредитов нет нет ты на свои какой-то нужно понимать что из-за того что все непривычно и непонятно всем кажется что ведение бизнеса в таиланде достаточно сложно но на самом деле относительно того огромного количества регуляций которые существуют в нашем бизнесе это молдавском российском неважно в каком вы скажем в нашем пространстве материковом и для нас это действительно для того чтобы открыть какое-то кафе целая история понимаешь в таиланде нет это не так все намного проще там единственный годовой налог который порядка 500 долларов получается платишь одиннажды в год и порядка пяти долларов и оплатила свой соцфонд все это все что я оплатил государства да но ты думаешь из чего там такие цены выстраиваются налоговая цены на самом деле ремень и за такое тяжело нет нет обошлось в 12 или в 13000 это на пангане да это прям типа на острове как это выглядит красиво что одно смысле на берегу как этого не всегда они нет не обязательно у меня у меня кафе было скорее такого базе и в юго-всочной азии очень распространены так называемые юниты это называется это бизнес китайского типа когда есть скажем такой ближе всего это наверное к таунхаусу в нем есть четыре секции это двух или трехэтажная секция первый этаж это бизнес неважно что у тебя мастерская когда второй этаж это flat жилой и третий этаж это там если есть третий этаж что там могут быть либо жилые комнаты либо еще что-нибудь другое и поэтому для меня для начала это было ну очень эффективно потому что я еще ничего не понимал и мне было удобно что мне я там же жил там же работал и слушай но я просто был был а я был в таиланде таиланд просто славится тем что там супер вкусная еда недорогая и туристов наверное это один из самых больших факторов весомых факторов поехать талант вкусно пожрать самом деле если ты взял кафе как бы человеков это вообще больше был не столько кафе был это был магазин молочных продуктов так как большинство азиатов не обладают набором нужным лактобактерии они не они не употребляют в пищу молочные продукты большинство людей тех же downshifter вы так далее на островах это люди из европы и в первую очередь из россии для которых кефир это один из башков который должен быть обязательно в их ежедневной диете да и поэтому девушка которая владела этим кафе до этого она кафе называлась и называется до сих пор потому что у него новые владельцы называется кефир панган там все было было все понятно с самого названия то есть мы делали молочные продукты и он продукты длительного хранения всякие заморозку пельмени вареники такое знаешь как у нас опыта было не так много связанного с с ресторанным бизнесом поэтому для нас это постепенный вход в этот бизнес был это кафе оказалось прям идеальным вариантом постепенного входа в этот бизнес а то иначе добавлять столики на начали менять меню мы сделали сначала обеды потом и к обедам добавили меню скажем а-ля карты и так далее вот это все работало это все работало благодаря несмотря на то что место было очень не очень удачная даже как бы очень неудачная для меня это был проект скорее связаны на на стыке всех моих интересов которыми я всегда увлекался то есть это реклама это кухня и и это маркетинга и b2b и one to one и и ивенты да то есть это все то что чем чем я любил заниматься это очень сильно мне помогло в развитии этого кафе потому что я понимал что я не смогу сейчас сделать упор на 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 кухню и поэтому первое что начал делать это настраивать взаимоотношения внутри комьюнити русскоязычного на потому что до этого она была достаточно разрозненным и там каждый пытался задавали вопрос о том что люди домшекторы делают кроме тех кто digital и да там те которые работают дистанционно очень много людей путешествуют которые не имеют дистанционной работы они они приезжают отдыхать через какое-то время они перестраиваться переучиваются читать все судьбы раскладывать таро делаете быть игры они могут делать все что угодно вообще можно разбить как то по профессиям кто основные дон шифт кто это кто дизайнеры диджеи все все кто занимается цифровыми технологиями это программисты это датабаз это сервера из молдави в основу ребята кто занимается серверами и дизайнеры да потому что у нас есть достаточно большой комьюнити и молдавской вторая категория это дизайнеры третья категория это 3d художники художники аниматоры и иллюстраторы четвертая категория это люди умеющие делать руками что-то потому что это очень востребованная тоже всевозможность массаж до массаж самое самое востребованные самые обошлевые реснички когаточки стрижечки все это стоит безумных денег а для кого это делается на для местных для родителей нужно понимать на на этом на 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 кадре то если мы будем говорить об особе панган дам 11000 местного населения которое родилось там или до где-то 11000 может тысяч 15 это приезжие тайцы из других регионов которые работают там порядка еще 10000 это бирманцы и камбоджицы это гастарбайтеры которые работают на считать не особо работают и такое же такое же где-то порядка наверно 10000 это еще иностранная комьюнити различных на завтра русских да и в которых русских особенно зимой не очень много русских порядка 20000 живет зимой и допил до полумиллиона приезжать течение нормально северная страна люди до конца и там ли им ближе лететь всем из иркутска это четыре часа лета понимаешь это не это ничего им до им дальше лететь в турцию и поэтому люди безусловно все уезжают 7 а это это нормальная абсолютно практика для россиян приезжать в ноябре месяце уезжать в апреле то есть мамочки с детьми сам остров он очень интересно разделен сам разделился как-то он получается так зонирован потому что есть северная часть острова где большая и пологая бухта там живут в основном мамочки с детьми это такой прям там детские садики русские кафешки такие там это целая история это мамаши запад острова это трехглазые то есть это все кто это йога-центры это все все что связано со сверху я даже не знаю чего там нет это если если вы бывали на на бали это убуд все три глаза такой йога логовая это называю юго-острова это бэкпекеры юго-острова и южная дорога основная банта это бэкпекеры бэкпекеры понимаете кто тогда это молодые люди которые путешествуют только с рюкзаками это абсолютно супер популярная вещь на западе обычно когда они заканчивают колледжи да они берут себе этот год для путешествий для того чтобы потому что они знают что дальше не впрягутся в жизнь и смогут следующий раз поехать тусить там в 45 поэтому они эти европейцы да да я их очень много и благодаря первую очередь из одной из самых наверно известных вечеринок которые проходят в азии она проходит ежемесячно на острове панга называется на full moon party она собирает это огромный пляж где каждый месяц в полнолуние проходят вечеринки которые называются full moon party там лежат от 30 я слышал когда был на сама и я слышал что предлагали туда тур на 30 до 50 тысяч человек в среднем приезжают на эти вечеринки у тебя кефир был с мамашами в этой части у меня у меня в центральная часть где пирс у меня был в центральной части где пирс и куда все приезжают это основной город сколько денег надо чтобы месяц прожить в таиланде тоже зависит от амбиций кто-то может скромный давай да они самые скромные пределов не но я имею ввиду надо все что подуту типа чтобы комфорт жрешь и сидишь на месте чтобы комфортно себя чувствовать на пангане комфортно нужно порядка наверно тысячи долларов в месяц начало и нет вообще на землю вообще в целом да можно одному можно и семьей то есть семейные ростки побольше вот давайте так просто накинем на вентилятор домик небольшое стоит 200 300 долларов в месяц с бассейном уже начинается с бассейна начинается 600 700 рубля 20 тысяч средний ценник хороший дом с скажем спальня living room большая терраса в хорошем месте будет стоит это 500 долларов еда если вы будете покупать все в магазинах или на рынке готовить дома чаще все это домики с кухни это будет дешевле намного чем питаться хотя на самом деле тайская еда недорогая в среднем блюдо стоит порядка полтора доллара вот быстро надоедает очень быстро надоедая да и очень много она она же вкусная она супер вкусная именно потому что в ней очень много глютамата натрия и поэтому она супер вкусно и ты очень быстро к ней привыкаешь из-за того что тайская кухня построена на на ведических принципах не в каждом приеме пищи должно быть как минимум шесть вкусов поэтому она всегда отбывает одновременно и острой и сладкой и горькой и пряной но только для туризма короче она прикольная была донесать и тоже много этого едят но да для туриста на 7 дней когда ты приехал супер себе супер за когда ты живешь долго ты начинаешь все-таки готовить скажем от 100 до 300 долларов будет обходиться питание 100 100 200 долларов в транспорт потому что нет общественного транспорта тебе нужно ездить то есть в основном в основном это скутеры или байки да да на это но это обязательная вещь то без этого просто там не может существовать и не может мне тротуаров ты не можешь передвигаешься только на байках поэтому байки тебя обходятся в 200 300 долларов либо если ты боишься байков то это автомобиль автомобиль начинается уже от 300 500 долларов в месяц это вот как бы основные затраты и если ты тусер то ну соответственно добавляй если да 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 бухер да да команда добавляй потому что все это дорого стоит но но есть люди которые живут и на 100 долларов и на 200 и так далее и огромные комьюнити людей которые просто живут друг друга там же получается среди вот этих дауншифтеров или как правильно называть временных жителей из туристов но это не турист на ту реке у нас на ту реке они все равно нам там получается среди этого комьюнити ну такое равенство да вниз локалы у нас полу около и ту реки какая но нет же такого разделения как допустим в любой ну там любой другой стране этот побогаче этот победнее с ними значение все одинаково неважно живешь ты на супер дорогой вилле за за я не знаю там 3000 долларов в сутки или живешь в домике за за 5 долларов все равны в этом в этом плане остров конечно учит очень многим вещам тебя что что действительно все равны независимо от дохода что жизнь прекрасна в каждом ее моменте там начинаешь действительно цените четко понимать что вчера уже ним потому что у нас никто никогда не слушает и нет таких историй вот я был кем-то там всем насрать конечно абсолютно насрать кем ты был и кто ты есть кто ты сейчас в этот момент как ты себя сейчас в этот момент везешь как ты себя а так как колесов как колесом кармы очень маленькая на прошел остров маленький то очень часто любое твое кривое действие очень быстро очень быстро вращается и поэтому люди стараются не обманывать стараются не потому что остров как у нас говорят у нас остров это одушевленное существо остров очень быстро наказывает странных персонажей и прямо ломает очень жестко там там не все переживаются он как будто отсеивает каких-то супер интересных людей это такой вечный барнинг-мен знаешь это это вечный вечный праздник и я достаточно я на самом деле очень очень долгое время не принимал остров это на второй год ближе к концу второго года и у меня как мы еще называем это или я так называют это произошла инициация с островом когда его принял в себя да и впустил скажу ну и давай заходи все либо так либо ты ты либо его принимаешь либо нет я не знаю почему-то когда какой почему так долго он меня терпел не выбрасывал но нет вид посидимости тоже был нужен для чего-то потому что моя задача объединить комьюнити на самом деле удалось я пошел по этому пути я разрешил всем мы проговорили о том что вы чете делают кто что делает и многие там пекут какие-то пирожки там еще что-то я всем сказал ребят не сидите по домам хотите привозите ко мне в кафе без прям вот вам холодильник чтобы никто не травился ничего да и да и да мне ничего от вас не надо просто привела привозите свои пироженки чего вы делаете мороженое да и все что угодно привозите оставляйте у меня я буду вам продавать сс это привело ко мне потоки у каждого из них были свои маленькие потоки гостей людей потребителей лояльных да и они начали приходить ко мне потихонечку узнавая о месте и так далее через какое-то время там через несколько месяцев это было стало такое место обязательное посещение для того чтобы получить любую информацию то есть стал таким как называл один из моих друзей диспетчером острова то есть у меня можно было узнать любую информацию где узнал здесь как какие дома какие баки и так далее потихонечку начали к этому подвязываться остальные у меня бизнесы то есть я сначала помогал другим сдавать байки потом я начал свои байки да со временем да со временем и сейчас это мой основной какой бизнес потому что я сейчас только этим занимаюсь на на острове ну и консультациями на людей там потому не думаю не думаю не думаешь мысли не думаю что я буду жить там до конца жизни потому что там есть определенный срок выгорания я называю да в среднем это четыре года и уже в это его уже получена да да я же его я уже я его в том в том году уже ощущал это мне просто в этом году остался очень большой парк техники которая должна отработать еще сезон потому что это вложение понимаешь если байки есть они должны работать они должны приносить прибыль они не могут быть до сейчас грубо говоря последний сезон и хочешь поменять я не хочу понять я вообще не это тоже еще и еще один навык который я приобрел на острове это не строить никаких планов потому что от того что у меня есть даже предварительные планы они никогда не сбываться и я вот приехал сюда мне были я сколько раз играл нет никаких ожиданий и на ничего отличные никаких планов и даже те минимальные планы которые мне были все равно все разрушаются потому что постоянно появляются какие-то новые вводные которые меняют твои планы поэтому я никогда не говорю никогда я не знаю что будет дальше и я не очень готов на искренне я не очень готов но я допускаю что это может служить со мной и в принципе я уверен в том что навыки приобретенные там в том числе в коммуникации с людьми многие открытие они выросли на такой левел ощущение людей что что иногда просто не нужны слова настолько начинаешь понимать когда ты видишь я я прекратил смотреть кино полностью я не читаю книг это для меня нонсенс потому что я читал всю свою жизнь потому что те истории с которыми я прикасаюсь ежедневно на острове они их невозможно придумать это это мой такой персональный netflix в котором у меня огромное количество сериалов у меня бывает один сезон а бывают такие по 5 сезонов потому что люди же приезжают каждый сезон одни и те же если наблюдаю за ними они приезжают со своими историями они трансформируются с ними что-то происходит у меня бесконечный сериал иногда могу просто тупо вот так сесть и называют режим наблюдателя слушай я не знаю ты рассказываешь я так для себя просто думаю и у меня вообще было было она есть идея было прикольно чтобы я семьей каждый год хотя бы ну наверное чаще не получится но раз в год там на месяц выезжать в разные страны и попробовать жить пожить просто культурой той страны за месяц наверно можно что-то впитать себя и понять но то что ты рассказываешь не знаю вот вроде и тянет туда потому что с одной стороны ты понимаешь что это действительно остров прикольно как-то это все действительно празднично звучит с другой стороны немножко напрягает пугает как будто бы тянет создался вообще я не знаю как то вот есть какой-то какой-то бэкграунд у всего этого не ты рассказываешь правду тебя пугает непредсказуемость всего этого происходящее ты не можешь и тут такой слушай ну что значит непредсказуемость приехал я же не прожить я допустим на какое-то время даже 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 не как мне кажется я за два месяца начну там выть просто ну просто выть не там нет вот этого вот этого состояния у тебя нет потому что количество людей интересных вокруг у тебя то есть если если в кишиневе скажем каждый каждый сотый давай так оптимистично скажем интересно за каждый сотый для тебя в принципе там каждый десятый супер интересные а каждый второй и ты просто тебе тебе нравится общение идти а я например не очень люблю вот честно вот давай мне кучу интересно сама атмосфера но ты никогда не думал сама сама атмосфера острова настолько чил и все это вокруг изи going все расслабленные все все всегда улыбается не не вот это подкупает но с другой стороны я я смотрю на мне кажется что это какая-то неправда это искусственность к сожалению не я понимаю что это правда было бы искусственность это было бы намного кайфовее с этим было бы проще расставаться понимаешь на самом деле все кто туда приезжают какими бы они не были к почему-то перемалывают их это все ты не можешь если если посмотреть и приезжаешь в В деревню, ты приезжаешь в деревню из города, просто приезжаешь в деревню из города, ты выходишь из дому, да, и все с тобой здороваются, и ты через какое-то время начинаешь тоже с ними здороваться, для тебя это нормально. И если ты приезжаешь в страну, где все с тобой позитивные, никто тебя ничего не чаржит, никто не пытается тебя накрыть, все с тобой позитивные, понимаешь? И ты хочешь, не хочешь, думаешь, а потом какой-то раз проходит, и ты уже какой-то, уже и ты улыбаешься, уже, знаешь, и тем более, это такой остров еще название, у него дополнительное название, знаешь, up to you, да, то есть это основной принцип вообще острова, там никто никогда ничего тебе не ставляет, знаешь, если в нашем мире тебе говорят, ты спрашиваешь, можно, какой байк взять, этот или этот, тебе говорят, возьми этот, он мощнее, там, никогда тайц тебе не скажет, он всегда говорит, up to you, он не хочет, ну вот, я тебя объясню. Нам очень не хватает вот этого up to you в Молдове, вот сто процентов, каждому человеку, но. Я тебе объясню, я вам скажу, я три года, я три года не мог понять, мне казалось, что это просто тайцы не знают слова похуй, поэтому не придумали up to you, знаешь. Слушай, похуй в здоровом понимании, здорового человека, это обязательный атрибут, просто обязательный, но у нас либо его используют неправильно, то есть похуй становится просто стилем жизни, который рушит, блядь, все вокруг тебя. Либо у тебя его вообще нет, и ты как-то живешь в напряге постоянно каком-то. Смотрите, я городской человек, я была два раза в Азии, ни разу не была в Таиланде, это была Шри-Ланка и Бали, я не то, что не в восторге. Я для меня там, ну, я город, вот мне, меня вставляет энергия города, и мне кажется, что пока я там на острове, в горы месяц все нормально, но там без меня что-то происходит, то есть я человек цивилизации все-таки. Ну вот, есть такие острова, как Кукет, например, который, это тот же мегаполис, только на острове, если тебе интересно и то, и другое. Я не знаю, вот, и мне, во-первых, немного жарковато, не то, что, то есть климат для меня, хотя я люблю жару, хорошо переношу жару, но вот такая жара, как мне запомнилась по Бали, мне казалось, ну это пиздец, это вообще невозможно, ты выходишь, ты даже думать не можешь, тебе просто очень жарко, и ты думаешь. Поэтому это и есть изи-гоинг, и ты говоришь, да и хуй с ним, вот так. Идешь такой, мокрый. Да, давайте я закончу про Апту Ю, чтобы было понятно, просто я тебе говорю, мне нужно было три года, чтобы понять, что имеется в виду. На самом деле, я когда был в монастыре на ретрите буддийском. О, ретрит, карма, понимаешь, чувак там провел, блин, с пользой времени. Каждая молитва заканчивается, любой чантинг заканчивается фразой, и дай мне силы не сделать никогда того, что может накинуть тень на карму Будды. И я в этот момент понял, они никто не хотят хоть каким-то боком прикасаться своей кармой к тебе. Твое решение, ты когда, когда они говорят, этот байклер, они говорят, Апту Ю, ты выбираешь, это твое решение. И если с тобой что-то произойдет, если что-то произойдет, то это твое решение, и это твоя карма, и я к нему не имею никакого отношения. Слушай, я с детьми, я детям так говорю, и сейчас я получаю ответочки, когда дочь выбирает какую-то фигню, знаешь, говорит, пап, ну я вообще-то приняла решение. Мне говорят, слушай, давай не молить чепуху, то есть я не про это, я не это имею в виду, но здесь уже типа... То есть тебе близка идея не влезать в чью-то советами, получается, и не какими-то... Мы не имеем на это вообще никакого права, на самом деле, абсолютно. И мы не можем понять мотивации или триггеры любого человека. То есть тебя спросят советы, как ты... Я никогда не... Вообще никогда, слушай, ну я приеду сейчас... Я могу дать, я могу, я даю, чаще всего, если я даю какие-то советы, то я говорю, что смотри, есть вот несколько таких путей, ты можешь выбрать любой из них, up to you. Я могу показать направление. То есть тебе близка, согласен, согласен. Я показываю направление и показываю возможные, скажем, три решения, исходя из, например, если человек... Ну какой-то небольшой анализ личности, ты понимаешь... Любой запрос, когда у нас есть, мы говорим о том, бюджет, пожелания и так далее. И когда они говорят, бюджет такой-то, пожелания такие-то, я говорю, тогда есть вот это, это и это. А когда говорят, ну, боже, ну, что-нибудь, давай что-нибудь, не знаю, да, да, нет, что-нибудь классное, да, классное, красивое, классное, все, ты говоришь, я не знаю, чувак, что для тебя классное. Я не знаю, для кого-то красивое валяться... Это все работники рекламы, все понимают, о чем мы говорим, когда хочу что-то красивое, и не как у всех. Кнопка сделать пиздат, это... Но ты в рекламу не вернешься, если, допустим, ты... Я так или иначе с ней никогда там не расставался, потому что все мои проекты всегда были построены. Я очень много вкладывал в рекламу, и благодаря рекламе, собственно, кафе мое жило и первое, и второе, например. У тебя, кроме Кефира, было еще одно кафе? Потому что если первый проект у меня был, я четко понимал, это неудачное место, но классный концепт, и очень много маркетинга, и очень много рекламы, да, и... Но вообще нет проходника. То второй проект я сделал прямо в суперпроходнике на центральном фудкорте города, в центральном фудкорте острова. Я поставил проект, который я назвал «Джипси», и я его сделал абсолютно суперстранным, потому что он был полностью реально джипси. Он был весь бохо-стиль такой, все это ввязанные салфетки, какие-то разная посуда, разноцветные, ни одной тарелки одинаковые, и разная... И крептика. Да, Пол, это такой джипси, потому что у меня в меню было написано, что... Первая фраза, верхняя на меню было написано, что мы украли для вас лучшие рецепты мира, и все остальное мы тоже украли. Просто приходите к нам, хватит воровать, приходите к нам. Ну, вкусно было? Да, ну, это была русская кухня, конечно, всех русская, молдавская. Елена хорошо готовит. Ты сам готовил? Да, да, мы с вами с Наташей вместе на кухне работали. Интересный опыт. Ну, а что делали целыми днями, как отдыхали? Ну, это когда у тебя есть кафе, поверь мне, у тебя нет времени вообще. Это загруженность. Что делают люди? Обычные люди. Ну, да, типа, что... Все зависит от организованности. Люди, которые там живут, дауншифтер, мы же они. Ну, например, вот тот же Юра Билибан, мой друг, наш земляк, он тоже пять лет каждую зиму приезжает. А за три месяца? Ну, на три, на четыре месяца, в этом году на шесть месяцев. Многие на шесть месяцев приезжают. У него четко, у него, из-за того, из-за разницы во времени, то есть, грубо говоря, в Москве, например, когда у нас 12 дня, в Москве только 8 утра, понимаешь? И поэтому ты... Так что попал встанчатку? Да, да, полночь. И поэтому ты утром успеваешь поехать на море, решить свои вопросы, позавтракать, сделать зарядку, сходить, все занятия йогой и так далее, они все с утра пораньше, знаешь. И к 12 он приходил, обедал, и в час он садился работать. И с часу до вечера он работал, он просто садился у себя в доме. Соглашусь, что удобный график в Азии относительно удобно. Если ты организован, если ты дисциплинирован, то есть, например, другой наш пример, Антон, например, да, Антон мог работать, когда у него появлялась в этом необходимость, и остальное время... Ты там, я тебе не могу передать, почему, но там нет вообще ни секунды свободного времени, ты все время занят, все время. Ты куда-то едешь, что-то делаешь, что тебе надо то купить, это сделать, поехать встретиться. У меня бывало такое, что на этом Масеньком острове я своих близких друзей не видел по 6-8 месяцев, я не мог к ним заехать в гости. Ты не успеваешь, настолько у тебя насыщенная жизнь. Но когда ты, получается, избавился или продал кафе, у тебя осталось только мопеды, это больше всего. Я тебе говорю, что в этом году, в этом году, да, у меня стало больше свободного времени, больше свободного от работы времени, но не в целом свободного времени. То есть ты все равно чем-то занят. Опять же, основное развлечение на острове это покатушки, все время. Утром на этот пляжик, потом туда, нужно все это, поехать еще у этого кокосы привезти, потому что очень быстро присаживаешься на эти молодые орехи, они реально очень хорошо, позитивно влияют на здоровье, они детоксят и так далее. И это все время надо поехать так, ты уже... А для йоги из токса можно жить на острове просто? Можно, конечно. Без любви. Без любви. Конечно, там есть и анти-йоги, напротив, которые, наоборот, загружают себя. Тяжелые препараты. Всевозможные, да, и разными. Поэтому... А что, в комьюнити есть такое, что там, типа, блин, вот говорят, там между собой решаете, что есть какое-то новое место, более прикольное для жития, да? То есть обсуждается? Но аналогичного, да, аналогичного места, как Панган, пока на данный момент нету. Ближе всего сейчас очень интенсивно развивается место, которое называется Тулум в Мексике. Очень много панганских ребят потихонечку туда перебираются. Офигенно красивое место. Нет, это город на Карибском побережье в Мексике. И просто стремительнейше растет популярность этого места. Потому что там тоже вечеринки, там тоже йога, там тот же йога-флоу и так. То есть... И визовый режим, потому что в последнее время, последние несколько лет хунта военная, которая находится у власти в Таиланде, потихонечку зажимает гайки для тех, кто живет долгое время в Таиланде. То есть сейчас нельзя получить больше двух виз, тяжело впускают, спрашивают, есть ли деньги, например, и так далее. То есть раньше этого никогда не было. Тогда можно было бесконечное количество раз ездить, просто по штампу хоть каждый месяц ездить на границу, получать штамп, возвращаться. Паспорта, знаешь, заканчивались за два месяца, потому что тысячи штампов. Сейчас сложнее стало, поэтому люди начали искать альтернативные места, пока нет. Я говорю, что Бали начинает исторгать потихоньку людей, потому что в первую очередь криминал. А юридически, кстати, твой статус? У меня бизнес-виза, я официально работаю, у меня есть разрешение на работу и бизнес-иммиграция. То есть я продлеваю эту визу раз в год. Ну, я признаю, так, проблема с Бали, они не продают иностранцам никакой недвижимости, ты не имеешь права, ты только земля в аренде и так далее. В Таиланде тоже самое, да, то же самое. То есть ты никогда не можешь стать собственником дома? Ну, это формальности, потому что ты являешься, ты можешь купить на свой бизнес, ты открываешь бизнес, в котором... Тебе дают варенду на 25 лет максимум. Нет, если у тебя есть бизнес, если у тебя есть бизнес, нет, если у тебя есть бизнес-компания, в которой у тебя есть партнер Таец, формально, это чистая формальность, потому что это просто номиналы, паспорта, которые покупаются и все, это номиналы. Это, по сути, я являюсь единственным владельцем своей компании. те люди которые являются со мной шер-холдерами чаще всего и бывает 30 40 у них по полтора процента 0 5 процента и так далее то есть они не могут никак участвовать в отборе мои мои они все подписывают бумаги что они не будут объединяться между собой для того чтобы выкупить мою долю понимаешь вот и все и ты когда покупаешь на свое предприятие дома это ты покупаешь вместе с землей она принадлежит тебе полностью слушая но как частное лицо ты можешь только арендовать на 30 лет плюс 30 плюс 1 называется 1 доллар можно продлить еще на 30 лет вот этот бизнес которым ты занимался или может быть ты знаешь примеры других ребят бизнес который позволяет не просто жить там да хорошо существовать чувствовать себя финансовом плане какую-то еще накопительную функцию несет себе то есть можно заработать так чтобы там типа этих денег потом безусловно можно заработать зависит от везения от твоих профессиональных качеств как и везде в бизнесе не но может какая-то маржинальность такая маленькая там достаточно высокая объемы например на нашем алина на маленьком острове объем и не так высоки например на том же пхукете или на саму и поток выше и возможность заработать возможность увеличить прибыль намного выше но и короче сезон из-за того что у нас в основном лонг стейры да у нас сезон все-таки 68 месяцев до тогда как например на туристических островах которые заточены на пакетников да там он короче сезон да 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 поэтому все все относительно и опять же все зависит от твоей рачительности от твоего но это я это как это это мир это везде поэтому да можно заработать можно заработать достаточно возможно самая большая проблема по которой из-за которой люди покидают остров и потому что как только ребенку исполняется 67 лет у тебя возникает серьезнейший вопрос с образованием если начальное образование еще более-менее доступно то уже среднее образование если ты хочешь дать ребенку хорошее образование то между родной школы начинается стоимость начинается от 15-20 тысяч долларов в год если два ребенка это достаточно много понимаешь но и это как говорят что здравоохранение на уровне ветеринарии да нет ничего здравоохранения 12 место в не таиланды здравоохранением они меня там очень хорошо в этом но очень дорого не не дай бог болеть рекомендую всем кто едет на страховке да всем кто едет в таиланд обязательно делать страховки она стоит 30 долларов в молдавии в среднем но чтобы вы понимали любая перевязка будет стоить больше 30 долларов у тайцев с рождения есть государственная страховка королевская страховка который лично король и который для них отец нации и так далее покойный уже есть новый король и рама 10 сейчас его старший сын но он пока никак себя не проявил по люди в основном с огромным уважением относятся к предыдущему королю и благодаря ему у них у тайцев есть бесплатное образование детей бесплатная медицина и так далее либо для них есть государственные клиники где все стоит достаточно на самом деле доходы тайцев местного населения они очень невысокие хорошая зарплата считается 300 400 ну 300 прям очень хорошей считается зарплата сколько наших там человек молдаван на острове до 15 живут постоянно все все диджитал нет часть из нас занимается один из клубов достаточно популярных называется актую кстати вот на хадрине вот месте где фуман party проходит ребята из молдавии владеет потом большой да да потом большущий резорт у них красивый на горе как-то происходит когда коммуникация общаетесь конечно безусловно мы все друг друга за землячество это тема не построили они были еще до того они 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 были на острове уже до меня у них были русские два ресторана теремок и барин они они приехали на несколько лет раньше чем я то есть сейчас каждым годом растет количество приезжающих зимовать один тянет другого вот кто-то переживается кто-то нет как обстоят дела с образованием новых вечеринка общества не странно если горит например а девушка то основной возраст это сейчас 29-30 лет потому что ты те кто уже разочаровался в предыдущем своем опыте своих семейных отношениях своих карьерных амбициях и так далее и они они уже не могут жить как раньше и но не знают как они хотят и естественно приезжают за этими с этими вопросами с этими открытиями приезжают на остров и да и конечно случается то есть множество примеров союзов которые образовываются там и так далее есть люди которые увлекаются тайками до таких странных людей еще до много есть даже люди которые увлекаются тайцами это вообще нонсенс конечно почему они довольно-таки и симпатичные нету там не таки то они 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 Не симпатичная нация, но это совершенно противоположная нам культура в целом. Если внешние атрибуты, они могут быть схожими, то как только ты начинаешь чуть больше углубляться в их жизнь, чаще всего это недолговечные браки. Очень мало долговечных браков с тайцами. Тайки, в первую очередь, очень ревнивые. Они никогда не понимают двусмысленности. Это тема отдельного подкаста, если кому-то интересно. Это же стандартная тема, о которой тебя спрашивают, когда ты приезжаешь из Таиланда, что там все леди-бои и так далее. Это не так. Леди-бои очень маленький процент. В основном они находятся в Паттайе. Это несчастные, глубоко несчастные люди, которые зависимы от того, что они с собой сделали. И сделали они это намеренно, не потому, что это их зов плоти, а потому, что это возможность заработать дополнительные деньги. И благодаря... Мы знаем историю, да, потому что в 60-е там была военно-морская база США, и морякам нужно было чем-то себя развлекать. И, собственно, есть спрос, это же капитализм, есть и предложение. И до сих пор у людей ассоциация с Таиландом, с очень свободной сексуальной, это не так. Тайцы очень закрыты, недопустимо открывать колени, недопустимо открывать плечи там и так далее. Поэтому проституция равна ненавистна тайцам так же, как и, в принципе, везде. Но и сосредоточена она в основном все-таки в Паттайе, да, куда ездят за этим. Если говорить о нашем острове, у нас есть там, я называю это блядский сантиметр, но там где-то там 5-6 шлюхобаров, но это такая странная тема. Я не понимаю, кто этим пользуется, но, по всей видимости, если бы не пользовались, да. Таиланд очень интенсивно сейчас со всем этим борется. Ему, ну, вообще правительству очень нравится, что у людей в мире соскладывается именно такое мнение о Таиланде, что как свободная в сексуальном плане страна, и они хотели бы это изменить. Им действительно есть чем гордиться. Это действительно суперинтересная культура. Это абсолютная консерва, потому что это государство никогда не было частью другого государства. Это государство никогда не было колонии и так далее. Они сумели сохранить свои традиции, сохранить свою самобытность. И там действительно есть что посмотреть, есть чему учиться, есть очень много вещей. Я не думаю, что есть хотя бы еще одна страна, у которой есть столько имен нарицательных, я не знаю, мы все знаем тайский бокс, мы знаем тайских петухов, мы знаем сиамских близнецов, тайских кошек, сиамских кошек. То есть, да, никто не знает про молдавский бокс, ничего, к сожалению. Я думаю, что было бы прекрасно. Молдавский хоккей было бы примерно так же звучало. Как там, как язык, как там, обязательно его учить тайский? Большинство русских приезжает, я вообще иногда не понимаю, потому что они не то, что не знают языка не русского, они всегда знают в этом, как они коммуницируют, но им как-то удается, по всей видимости. Тайцы очень лояльны в этом плане. То есть, тайцы могут вообще общаться одним словом на английском. Ах ты? Ах ты, нет, чаще всего это еще короче. Ю, 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 ю. Ю, и жесты, и ю, 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 ю. Если ты делаешь бизнес, тебе приходила мысль, вот сейчас мне надо выучить тайский. Да, у нас была такая мысль, потому что все-таки легче коммуницировать с персоналом на тайском. Мы изучали какое-то время, потом мы уже запустили второй проект, у нас просто не оставалось времени на изучение тайского языка. В целом, достаточно сложно его. Это все-таки язык китайской группы языковой, он многотональный, порядка семи тонов в каждом. Каждое слово. Но они говорят по-английски. Они говорят на тайглише. Тайглише. Да, да, да. Такой замес там. Например, очень сложно первое время понять, очень сложно понять частенько их, потому что они не всегда произносят букву «Р», либо ее произносят очень грассированно в тех словах, которые являются международными брендами. Например, они говорят «Феррари», «Ферри», «Марабаро». То есть, например, если ты заходишь в магазин, это частенько я с туристами сейчас, они говорят «One camel blue». Они не понимают, если другая тональность. И я вступаю и говорю «Камель блю». А, камель блю, понятно. Ты говоришь «Американо»? Нет. «Американо». Это уже язык тональный. Потому что, например, слово «ма», если произносить его ровно, «ма» — это «собака». «Ама» — это уже лошадь. И у этого слова есть еще следующий тональзи. «Маа». Что ты с такой любовью говоришь про эту нацию и культуру? Я их очень уважаю. Мне нравятся. Они неоднозначны на первый взгляд. И можно по-разному к ним относиться. Но в целом, они... Мне очень нравится у них. Они всегда с осторожностью. Они никогда не кинутся на шею. Они всегда одружлезны. Ты сидел с кем-то там, побухивал? Конечно, конечно. У меня механики, сотрудники. У меня же, конечно, все есть персонал. Я частенько встречаю все праздники с ними новогодние. У меня три раза Новый год там в году. Новый год наш, потом китайский Новый год, потом тайский Новый год. Слушай, на острове праздников это не Новый год. Это очень забавно, знаешь, когда... Потому что они уже умеют делать там некоторые блюда молдавские из русской кухни. И когда ты с кем-нибудь, кто только приехал впервые на остров, и заезжаешь вдруг на Новый год куда-нибудь, и все такие кислые мордочки сидят там. Ну, а сейчас бы, конечно... А там креветки, рыба, всякая-то всячина. И они такие... Или вешечки не хватает. Я поворачиваюсь. Have you Russian beer cake? Он достает там селедку под шубой. На! И он такой... О, у людей вообще просто культурный шок, понимаешь? Слушай, нам пора заканчивать, да? Расскажи про планы. Что все-таки... В любом случае, я сейчас возвращаюсь на остров. Я буду продолжать свой проект, который связан с арендой техники. Заниматься опять, продолжать и консультациями, и помощью людям, которые приезжают на остров. Потому что, так или иначе, у меня огромное количество всегда запросов, информации. И сейчас тоже готовится группа, кстати. Может быть, кто-то увлекается спортом и так далее. Сейчас в январе будет группа. И спортсменов? Да, ребят спортсменов, которые едут на большой марафон в Ангар-Ватт. Вот. И в том числе... Слушай, это для меня, да? Да, я подключаюсь к ним потом на этапе, когда они приедут в Тай. И у меня будет... Я сделаю ему интересную программу путешествия по Таиланду. Прикольно. А это когда они собираются? Конец января. Всем я могу подключить там группы. Я могу дать потом линки. Ну, это да уже. Ангар-Ватт Марфон Ранинг, как-то она называется. Ну, прошел, скажи тогда... Юлиан Берку занимается организацией всего этого процесса. Нет, давай тогда вот практически в конце скажем, практически советы. Где открывать молдаванам визу? Да, давайте. Как долететь до твоего острова? Потому что, ну, там, не знаю. Ну, то есть виза оптимальна. К сожалению, последнее время закрыты... Я не могу понять до сих пор, почему наше правительство никак не займется решением этого вопроса. Потому что даже несмотря на то, что два года назад сюда приезжала сестра короля, а это супер-супер важная личность в Таиланде для того, чтобы наладить контакт с нашим правительством, по всей видимости, множество других вопросов есть у наших чиновников. Тем более с румынскими паспортами у них нет проблем для въезда в Таиланд. Они не сильно заморачиваются с тем, как ездим туда мы. Нам до сих пор нужна виза, в отличие от... Мне кажется, только нам и белорусам нужна виза в Таиланде. Украина, Россия, Румыния. Ездят без виза, да. То есть у них есть так называемый штамп по прилету. Для румынских и болгарских паспортов, которые у нас распространены в стране, это 15 дней. Стоит это 60 долларов. Но чаще всего каждую зиму делают это бесплатно для того, чтобы стимулировать... Стимулировать рост туризма. И в первую очередь за счет китайцев, потому что китайцы входят в ту же категорию на 15 дней. А через 15 дней, если ты хочешь на месяц с румынским паспортом, то что? Нет, нужно выехать и въехать обратно. Либо делать сразу в Бухарестском посольстве визу на 3 месяца. Если хочешь на большее месяца. Для молдаван виза делается в Москве. Можно поехать самому и сделать. Можно сделать через агентство в Молдавии. Достаточно дорого, я так понимаю, это стоит здесь. Но можно сделать следующим образом. То есть записаться онлайн перед отлетом. Записаться онлайн на визит в посольство в Москве. Купить билеты таким образом, чтобы прилететь в Москву. Провести день в Москве, получить эту визу и улететь в Таиланд. Вариант 2. Все остальные посольства в мире, кроме румынского и украинского, делают для молдаван визы без вопросов. И иногда это намного проще. Вариант 2. Прилететь в Малайзию. Это прекрасная страна, которую тоже можно было бы посетить. И сделать визу в Куала-Лумпуре, либо в Пенанге. И въехать в Таиланд. Либо если вы путешествуете где-нибудь по соседним странам, то вы в принципе можете поехать в Болгарию, либо в Турцию, либо, да, и заодно сделать. Я очень надеюсь, что когда-нибудь сдвинется и наш МИД услышит мольбы и сдвинется этот вопрос. Потому что я так понимаю, что это не так сложно сделать. Потому что Таиланд – страна, у которой все визовые отношения построены только на взаимных договорах. У них нет единого какого-то. Это каждая страна имеет свои индивидуальные отношения с Таиландом. И, конечно, было бы намного проще, если бы они сделали едиными их для всех. Но в целом к молдавским паспортам они очень лояльны. В отличие, например, от российских, которые дрючат постоянно. Молдавские паспорты для них каждый раз новинка. Они каждый раз на меня смотрят как первый раз. Тащат карту, показать, где эта страна находится и так далее. И если она вообще на карте, очень удивлены, когда она ходит ее на карте. Она называется так же, как написано на паспорте. С географией у них вообще серьезнейшие проблемы. Они не сильно понимают, где они находятся в мире. Очень часто я слышал о том, что, например, один из моих достаточно уважаемых тайцев, образованных, он рассказывал мне о том, что он думал всю жизнь, что Россия – это маленький остров за Англией. Где-то в мире есть Англия, а за ней есть маленький остров, там живет Россия. Это так они примерно себе представляют. Слоны, черепахи. Да, у них примерно есть черепаха. Основная это Таиланд, а все остальное – это где-то какие-то остальные страны, непонятно зачем. Они мало путешествуют. Слушай, но по перелету, я так понимаю, с Кишинева Туркиш, по-моему, сейчас оптимальный. Да, Туркиш. Нет, почему? Мау прекрасно. Я летаю в основном в Мау. Через Киев, Киев прямой? Да, 13 часов получается. Кишинев, Киев, час пересадка, Киев, Бангкок. А с Бангкока дальше до тебя? С Бангкока, если добираться на Панган, есть несколько вариантов. Можно перелететь чуть дороже на остров Самой и там на лодке полчаса. Ну, там прикольный респорт такой. Да. Либо прилететь в наш провинциальный центр, это город Суратани. И перелеты обычно стоят 20-30 долларов. Но это не означает, что там превосходные самолеты, одни из, ну, наверное, самые топовые мировые компании. А этот город находится прямо на острове? Нет, он находится на материке, от него нужно добираться еще 3 часа до острова, час на автобусе до пирса и 2 часа от пирса на скоростной лодке, либо на большом транспортном ферри, который, ну, в смысле, пароме. Ну, да, это остров, окей, это если ты хочешь что-то получить, в целом, если говорить о цене как-то, дорога, ну, если задаться себе целью, займет порядка 600-700 долларов туда-обратно. Не такие космические деньги, здесь в Португалию можно за эти деньги слетать, если честно говоря, всегда мне поражают цены и формирование цен на авиакомпании. Слушай, ну, поговорили о многом, и о Таиланде, о туризме, о шифтинге чуть-чуть, обо всем. Прикольно, мне, не знаю, мне понравилось много новой информации, обязательно обратимся к тебе. Спасибо, не надо. Спасибо, не надо. Прокачу. Так это агентство «Антилопогно». Так и живем. Мы так и живем. Так и живем. Так и живем. Так и живем. Мы так и живем. Мы так и живем.